Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы ко мне заглянули. И в этом видео хочу показать вам свой заказ из e-аптека. Я там периодически делаю заказы, когда что-то нужно. Мне очень нравится то, что доставка бывает и срочная, и вообще день в день, то есть там, например, ночью, то есть очень удобно. Мне нравится. И сама доставка стоит недорого, и бесплатная доставка там от полутора тысяч. Но понятно, что есть некоторые интернет-аптеки, где сумма для бесплатной доставки меньше. Но, повторюсь, здесь зато срочная доставка есть, а это тоже немаловажно. Особенно, когда заказываешь, например, какие-то лекарства. Вот. Ну, я заказываю не только для себя, то есть, если мне что-то нужно, я всегда спрашиваю учениц там, знакомых, ну и меня также. Поэтому как-то такие общие заказы делаем. Я покажу то, что я покупала за несколько раз, потому что не всегда получалось как бы сразу снять видео. Вот. И покупки будут и косметические, и там просто какие-то лекарства. Ну, во-первых, недавно запаслась корвалолом. Правда, взяла я, по-моему, штуки три. Стоил он как-то очень-очень бюджетно. Здесь 50 мл. Вот. Ну, как бы пусть будет, потому что, да, к сожалению, у нас много чего запрещают. Поэтому я, как бы, решила не разбираться, запретят это или не запретят. Я лучше возьму, пусть будет. Потому что я никогда не хожу к врачам и не собираюсь этого делать. Вот. Никаким врачам никогда. Поэтому, как бы, это для меня, простите, не вариант, если придется все это брать по рецепту. Вот. Но корвалол мы, как бы, употребляем крайне редко. В основном это волосердин. Он, конечно, стоит дороже, но мне он и нравится больше. Это, как бы, ну, я пью, когда, там, не знаю, нервишки расшатались, бессонница, еще что-то. В общем, как-то так. Здесь 25 мл. Таких упаковок, я не знаю, я, по-моему, за несколько заказов взяла, наверное, штук 20. Вот. Пусть будет с ним. Конечно, у него сроки годности имеются. Ну, в общем, летит он у меня, не сказать, чтобы очень быстро, но в целом не пропадет. Далее, прошлась я, конечно же, и по настойкам. Боярышник. Ну, в общем, тоже решила взять, потому что к этим, к запрету, о запрете всяких настоев тоже довольно-таки часто говорят. А вещь это в хозяйстве необходимая. Поэтому боярышник у меня, наверное, не меньше 5 штук, а то и больше валерьянка, тоже прилично у меня. Пустырник заказывала тоже несколько раз, разных производителей. И у меня их также штук 10. Я понимаю, что, конечно, это могут и не запретить, но... Всяко бывает. К сожалению, не знаю, вообще зачем это делают, потому что если тот же самый боярышник не вот эту настойку, а концентрат для ванны кто-то пил, я не понимаю, зачем о таких людях нужно, простите, думать. Ну, что никого не хочу, конечно, оскорбить, но тем не менее. Дальше брала вот такой вот кальций, кальций плюс магний. Вы знаете, надо сказать, что штука довольно-таки такая неприятная. Здесь вот такие таблетки, они абсолютно без оболочки, и когда вы как бы запиваете их водой, они просто-напросто прилипают к языку. У меня сначала мама стала жаловаться, я думала, она, честно, просто, скажем так, не хочет их пить, поэтому придумывает. Но я попробовала сама, и оказалось то же самое. Поэтому вот эти таблетки можно употреблять только, если вы их измельчите и будете добавлять в пищу, потому что принимают их в любом случае во время еды. Ну, и вкуса они не имеют никакого, поэтому... Но лучше покупать что-то другое. Также взяла себе ножку, но, честно сказать, мне ножка не помогает, но, как бы, у меня подруга-медика, она там мне, в общем, посоветовала, что нужно принимать. Ладно, купила. В конце концов, стоит не сильно дорого и не повредит. Также взяла валерьянку в таблетках. Ну, этим я и запасаться, естественно, не стала. Взяла одну упаковку. Вот, также из лекарств. Честно, не помню, показывала вам или не показывала, потому что, повторюсь, несколько заказов я не снимала в видео. Взяла аминалон, но это в основном для мамы. Но мне тоже, как бы, подружка посоветовала немножко попить их. Вот. Дальше. Для мамы Лазат Плюс взяла. Здесь 30 таблеток. Тоже, в общем-то, необходимое лекарство. Цены в Е-аптеках, в принципе, как и в любых других аптеках, если заказываешь через приложение, там 3% скидка. В каждом заказе я обязательно покупаю таблетки китанов. Вот 20 таблеток, 10 мг. Ну, естественно, потому что в обычной аптеке, как правило, не купишь. Я знаю, что в некоторых аптеках можно купить их без рецепта. Мне говорили, но в основном всегда спрашивают рецепт. Поэтому, вот. Зато в интернете можно купить без проблем. Так вот выглядит упаковка. Поэтому, если кому-то надо, имейте в виду, что в интернете купить их можно. Почему акцентирую на этом внимание, знаю, что многие еще пока не в курсе. Также анальгин хинин. Опять же, знаю, что какое-то время назад их даже так же запрещали. Ну, то есть, без рецепта не продавали. У меня одна из учениц даже привозила откуда-то из другой страны их. Вот. Как раз тогда она мне дала пару таблеток. Они меня очень выручили, потому что мне они помогают от невралгии. Вот. Собственно говоря, хорошо, что я их вытащила, потому что нужно будет выпить, так как по ходу дела я застудила троичный нерв. Вот. Думаю, что это может помочь. Ну, также из таблеток, это, конечно, вообще прикол. Добить мне нужно было уже какой-то суммы, и я решила, в общем, взять типофтолазол. Не сказать, чтобы у нас какая-то была нужда в нем такая конкретная, но в этой аптеке есть такая фишка, что некоторые товары, если берешь там сколько-то штук, то бывает хорошая скидка. Ну, в общем, я решила, опять же, взяла вот такую. в стопочку, но мне вышло это по хорошей цене. Также для себя я брала цитрамон, и тоже там действовала такая же акция, поэтому я взяла вот такую сушку. Маме я брала ангипал, анальгин, тоже по такой же акции, просто не принесла, не стала их показывать. Следующее, что я заказала, это были вот такие вот невидимые гелевые защитные полоски для задников обуви. Мон Ами, хорошего они качества, в принципе, ну, по крайней мере, ничем не хуже других, поэтому взяла сразу несколько штук, пусть будет. Цена у них была, как бы, мега бюджетная. Ну, теперь пройдемся по косметическим покупкам. У некоторых девочек в обзорах я видела, что покупают в аптеке гели для душа ванилу-бул. Мне тоже захотелось. Стоили они 45 рублей. Это шоколадный коктейль на основе масла какао и кокосового молочка. Значит, аромат. Сейчас я открою, вспомню. Вы знаете, самый, пожалуй, из всех приятный. Очень понравился. Вкусно пахнет печеньем. Прямо вот реально печеньем. Очень натурально. К тому, хотя цвет, в общем-то, да, он как бы не сильно такой симпатичный, но аромат просто супер. И сама упаковка очень классная. Такая жизнерадостная. Поэтому буду пользоваться. Я его, правда, уже потестировала. Ну, в общем, не могу сказать, что он остается как-то на теле. Наполняет ароматом всю ванну. Но, тем не менее, запах классный. И почему бы и не купить. Второй гель для душа из этой серии – это черная смородина. На основе сока смородины и кокосового молочка. Кстати, объем здесь 250 мл. Так, сейчас тоже вспомню аромат. Потому что я попользовалась и убрала в запасы. Вы знаете, пахнет черной смородиной. Действительно пахнет. Правда, не очень, к сожалению, ярко. И если учесть, что, как сказать, на теле этот аромат не остается. И ванна этим ароматом не наполняется. То, в принципе, конечно, он не очень заметен. Но, тем не менее, аромат есть. И, повторюсь, аромат довольно-таки натуральный. И последний гель из этой серии – это клубника со сливками. На основе сока клубники и кокосового молочка. Также очень симпатичная у них у всех упаковка. Такая прикольная. Действительно, да, тоже пахнет клубничкой. Именно каким-то таким вот десертом. Аромат без кислинки. Если, опять же, для кого-то это важно. Ну, а по сольтам они как бы все одинаковые. Как мне кажется. Поэтому, когда буду в следующий раз делать заказ в аптеке, я, наверное, обязательно повторю все эти гели. И, например, кому-нибудь подарю. Мне вообще кажется, что, поскольку ароматы такие нехимозные, то, вот, например, подарить сразу таким вот подарком три геля, это как бы и бюджетно, и человеку будет приятно. Потому что, повторюсь, такая вот милая упаковочка. Там еще была пена для ванны из этой серии. Но, мне кажется, что, наверное, не имеет смысла покупать отдельно пену. Можно воспользоваться и вот этим. Но это еще не все покупки. Также я приобрела из серии «Народная косметика номер один». Биогель для душа липовый. Здесь объем 290 мл. Значит, если вот эти стоили 45 рублей, то, по-моему, вот этот я боюсь, честно говоря, собрать. Ссылку на эту аптеку я оставлю. Вы там сможете, в общем-то, все найти. Но, мне кажется, что не дороже 60 рублей, но или 50, или, может быть, даже 30 чем-то. Боюсь соврать. Аромат, в общем-то, натуральный. Пахнет липой. Ну, вот, если кто-то знает средства для облегчения расчесывания волос от Ифраше, ну, вот, немножко ароматы отличаются. Там он, конечно, такой более приятный. Здесь, да, вроде бы он тоже, знаете, такой натуральный, но, мне кажется, он немножечко такой навязчивый, что ли. Но, в любом случае, этим гелем будут периодически пользоваться. Но, скорее всего, наверное, я его отвезу на дачу. Как бы в Питер к другу поставлю в баню. Потому, что летом этот гель для душа, особенно в бане, мне кажется, он пойдет просто на ура. А вот в городе, например, в зимнее время, как-то я чувствую, он у меня не пойдет. Ну, я не знаю, пойдет ли летом. То есть, это все-таки хорошо как-то не в маленькой ванной комнате, да, а на природе. Следующее, что приобрела из этой же серии, гель для душа смородиновый. Ну, в общем, он пахнет как-то вкусно вареньем. Не сказать, что аромат очень яркий, но, тем не менее, вот он чувствуется. Гель такой, ну, в общем, соответственного цвета. Ну, этот, скорее всего, я использую, наверное, летом. Уже в городе. И еще я приобрела пену для ванны из этой серии. Молочную. Ну, вот, да, восстанавливающая молочная пена для ванны. У нее аромат, честно сказать, по счастью, наверное, не очень яркий, но не самый приятный. Хотя я не могу сказать, что он противный, но ничего особенного. Ванну еще с этой пеной я не принимала, поэтому ничего не могу сказать. Может быть, это как-то будет какая-то фишка раскроется уже в воде. Может быть, там по цвету или еще что-то. Так она, знаете, такая перламутровая. То есть она не белая, не прозрачная какая-то такая. Неопределенного, опять же, цвета. В общем, посмотрим. Цена была бюджетная, что бы не попробовать. Еще покажу быстренько одну покупку, которую я сделала в Ашане. Она была косметическая. Но я не снимала в тот раз обзор на покупки в Ашане. И, соответственно, пока на моем канале нет таких отдельных видео, просто косметических покупок за месяц. В общем, купила я вот такой вот мезо-коктейль с моментальной лифтинг. Ну, во всяком случае, вроде бы, я точно не показывала. Здесь написано 100% гиалуроновая кислота от флоресан. Интенсивно увлажняет, моделирует овазу лица, замедляет процесс старения. Ну, в общем, не знаю. Попробовала я. Ну, стоит такая штука 99 рублей. В принципе, не очень дорогая, наверное. Ну, а знаете, вот такой вот небольшой флакончик. Он был неполный. Заканчивается он довольно-таки быстро. Аромат довольно-таки нежный и приятный. Ну, вот чтобы он что-то делал, я не помню. Так вот чтобы. Если вот выходишь из душа, наносишь на лицо, даже немножечко пощипывает, но терпимо. Если просто умываешься, то протираешь лицо тоником. В общем, никаких вообще нет ощущений. Вот если после душа, даже, знаете, такое небольшое покраснение. Но, скажу честно, после использования вот этого средства, у меня вдруг появились на лице какие-то высыпания и прыщики. В принципе, может быть, в связи с морозами я как бы кожу перепитала. Но обычно прыщики на лице, больше, скажем так, одного, это не моя тема, поэтому не знаю. И, честно говоря, вряд ли буду покупку повторять, потому что, ну, на самом деле, я продуктами флорисан немножко разочарована. Как-то они все не очень хорошо работают, поэтому... Ну, в общем, захотелось мне приобрести. Купила, попробовала. Здесь, кстати, 10 мл. Вот, такие были у меня покупочки. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok